Ну это очень сложная проблема, это действительно очень опасно. Все, что мы видим, происходит в сфере информации, технологий. Тут такие вопросы возникают, которые просто поставят перед человечеством острейшие вообще проблемы. А роботизация, понятно, что уже будут возникать предприятия и целая индустрия полностью. Огромное число людей высвободится, огромное число людей нечего будет делать. Это миллионы, десятки миллионов людей будет. Что с этим делать? Как это сказать? Есть люди, которые могут стихи писать, но есть люди, у которых нет никакого другого занятия, кроме как найти себе работу и себя как-то поддерживать, обеспечивать жизнь себе. Поэтому, конечно, это тяжелейшие вопросы, перед которыми стоит человечество. Но весь ужас в том нынешнего положения вещей, что решить их можно только сообща. То есть это можно решить только сообща, но сообща решить невозможно, пока есть борьба, которую мы наблюдаем, например, против России. Надо прекратить эту, надо прекратить холодную войну, надо прекратить, надо действительно как-то вернуться к некому международному консенсусу и пытаться решать вопрос общий для всех. Тогда их, наверное, можно будет решить. А вот в такой ситуации, когда фактически основная цель мы видим это добить Россию, ну это невозможно. Более того, встает вопрос, а что вы хотите дальше? Ну добьете вы Россию. Дальше что с Россией будет? Превратите ее как в Ближний Восток, только еще с ядерным оружием? Что вы в ответ получите? Но, видимо, та как бы элита, которая сегодня определяет политику, скажем так, ведущих западных стран, она совершенно невменяема. Я понимаю, что там наверняка есть и другие люди, но они, видимо, не находятся сегодня у власти. А те, кто у власти, по-моему, просто безумцы, уже по-другому не назовешь. Потому что даже вопрос, вот такой вопрос, какой я задаю, вы хотите дальше, что вы получите? Какую огромную страну с ядерным оружием, которое будет в таком состоянии, как Ирак и Сирия? И что? Чем для вас это кончится?